это мой life journal татьяна салманова мактун сайфуде 22 мая 2020 года 20 часов и 25 минут вот такие вот дела в общем жарю жарю блинчики чай уже заварила буду кушать так что вот так что вот татьяна салманова мактун сайфуде на улицу с моего окна даже где там кошечки кушают что-то кошечкам дали кошечки там кушают чтобы думала в журнал смотрите два мои канала ютуба татьяна салманова мактун сайфуде на русском на английском языке моя страница вконтакте татьяна салманова через дефис мактун сайфуде через дефис то пишите на русском языке так что вот загружаю видео которое взяла ночью я вам ночью снимала что вот здесь у меня несколько несколько видео в загрузке опять повторяю эту фразу так что вот надо что-то вместо этой фразы что-то вместо этой фразы я вам покажу моего котенка красотка посмотрите какая василия сказал что нужно фотографию нужно сделать фотографию и выложить в интернет на мою страницу вконтакте на ю тубе не на ю тубе а на на фейсбуке скажем что они помылись до чистенькие обсохли уже туалетики и показала где кушать показала там и водичкой покушать красота какая девочка я очень посмотрела это скорее всего мальчик но я подумала может быть это может быть и девочка вот так посмотрела вроде как мальчик я подумала может быть может быть это и девочка Кошка говорящая, волшебная Талисманчик, да? Талисмаша Красотка Вот, конечно, что делать, вот балкон, видите, как я в балкон, а мне нужно как-то закрыть, чтобы доступ туда, вот как-то я так вот прикрыла, обратите внимание, но потому что она немножко хотела, волновалась, хотела, в общем, на балкон, на балкон и там на эту загородку, в общем, хотела, в общем, на эту загородку прыгнула, так что вот. А мне проветривать надо, что-то нужно такое придумать, что-то придумать такое, ох, или снизу, в общем, думаю, в общем, думаю. Блинчики жарятся. Спасибо. Спасибо. Вот думаю, думаю, как ее называть коротким именем. В общем, здесь заварилась чан, я уже заварилась, видео загружается. Конечно, по-спортивному, ну, красиво, красиво по-спортивному одета. Надо было, конечно, сразу, сразу и самой, надо было сразу, конечно, самой принять душ, но сама еще не приняла душ. Думаю, сначала нам пусть котенок обсохнет, думаю, обсохнет, я специально там кроватку сделала, обсохнет, думаю, тоже приму душ, лягу спать, но пока еще вот не легла, пока еще спать не легла. Уходилась у него в офис МТС, узнавала по поводу, чтобы подключить мой телефон к интернету. Мне сказали, что минимальное 365 рублей. Подключаете месяц, пользуетесь. В офис МТС, там мужчина. Почти никого не было, передо мной лежит там один мужчина, там был мужчина. Потом прошла, прогулялась к собору, к собору, кстати, за собором, там небольшая часовня, а если вы идете туда, к Шаврово, с левой стороны от часовни площадка детская. Детская площадка, на детской площадке, на этих качелях, с одной стороны мужчина, с другой стороны женщина, качали на этих качелях двух мальчиков. Ну там мальчиков, ну там мальчики были в сторону дороги лицом, но одеты были по, как бы, по, так, похоже, что мальчики. Вот. Они стояли, значит, вот, с одной стороны женщина, с другой стороны мужчина. И качали на этих качелях, потому что это же, здесь как-то вот даже привязывают, что-то с этими качелями делать. Вот, а там, вот так вот, пожалуйста. Когда я перешла, переходила дорогу, а до конструкторов, к собору, обратила внимание, что с правой стороны, вот, видео у меня уже почти сгрузилось, с правой стороны, как бы с другой стороны, долгозерный, стояла полицейская машина, старого типа уважник. Так, переходите уже, а до конструкторов, перешли, вот здесь, метров 200, предпакован был полицейский ладь. Я прошлась к собору, к этой детской площадке, обратно, шла обратно. Народа было не так много, люди гуляли. И, знаете, как там, на практически пустом, ну, так там, народу мало, ну, не так много, знаете, чтобы как-то с кем-то столкнуться, знаете, чтобы с кем-то столкнуться на таком просторном бульваре, где, в принципе, там, ну, я не знаю, человек 10-20, там, на каком-то очень, в общем, там, такой мужчина шел, немножко полноватый, среднего возраста. Ну, как-то так, странно, чуть ли не налетел, он как-то так, вот, и как-то так, боком как-то, вы понимаете, да? Потом, когда я уже здесь перешла дорогу в Долгозерную, как обычно, где 5 озер, там бешеходный переход, перешла потом туда, к этому, к спару бывшему, стала переходить машины, туда-туда машины. Если, знаете, вот туда-туда, одна выезжала на эту, на Долгозерную, другая, туда выезжала. Такая получение 7-8-9 полномер. Такая небольшая, очень симпатичная, очень оригинальная машина. И был такой необычный хлопок. Ну, я еще сценарист. Так что, вот, у 47 лет брондирую себя, рост метр 75, пишу сценарий для фильма, в том числе, ну, пелевен, скинусь, когда тысяча рублей, которая отдыхает, в столопане. И там это масоны, американцы. Пусть кого? Я тут не знаю, там масоны, американцы, ФСБ-шники. Так что, вот, я рассказала так. Они, будем сказать так, мужчина, объект, видите, объект? Знаете, для спец, знаете, даже там не особо, как там, я все, знаете, вербовать агентов, там еще что, знаете, что такое, про каких-то вот этих, знаете, про агентов, это Матхари вам так-то стал рассказывать. Но, знаете, там, все-нибудь попрочек, Больцовский Петербург вы не смотрели? Я вам все загружу пару серий. Так что, вот, мы немного потеряли. А, знаете, оттуда берут, кто там, знаете, вот этот, поэтому-то, для дела. То, что, вот, говорят, пожалуйста, объект. Хотя, на их месте я бы особо, знаете, вот это уши бы не развешивала, вот это вот. Просто, когда обратно он приходит, он ничего не сделал, ему говорят, ты понял, у тебя же и было пожизненное. Вот это. А он бежал, а в него стреляет. А что он думал-то? Он думал, что если у него что-то вот это, что его оставили, вот так же предстоит, скорее всего. Он что, не смотрел, как фашисты прятали ценности? Вы знаете, как ценности фашисты вывозили? Из Петергофа, и вообще из дворцов. Почему до сих пор не найти ценности? Потому что они отстреливали, отстреливали. Те, кто знал, прятали. Те, кто знал, всех отстреливали. И все. К сожалению, вот так, да, смотри, где он загружал. Ранил он его в ногу. В ногу, да? Ранил он его в ногу. А я, в общем, честно говоря, планирую. Ну хорошо, это может быть лучше, чем маты. Помнишь, ты ходила на этом с какими-то матами, такими трехэтажными, вот это все матами какими-то? Я что? Это может быть как-то получше, чем маты? Да, я не знаю, что он скрывает-то. Ну, шопиться в гармонии с собой, с такой пыльной, вы понимаете, да, вряд ли возможно. Так что вот. Как-то, конечно, я рассчитывала, как, знаете, как в былые времена, с 2010 по 15-й, два часа, пешочком, с хорошим настроением, и вот это вот. И по природе, по природе, ну, туда, быстрым шагом, физкультура. Я правильно понимаю, они там, что посмотрели? Прошла, значит, и там пройдет. Там, знаете, у них это, вот целые карбоны и ОМОНы были. Ну, ну, что-то писать. А что писать-то? 11 тысяч. Теперь у меня еще котенок. Теперь, знаете, еще и надо, в общем, узнаем вкусности. В общем, теперь, в общем, хочу котенок окормить красной икрой. В общем, надо, что-то такое писать. Хотя будем позитивно двигать. Может, это все-таки девочка окармит? Надо будет Василию Лянушу показать. Может, это девочка все-таки окажет? Так, вместо того, чтобы шопиться, гулять в гармонии с собой, я шла как на этих, знаете, как на горных, на горных вот этих вот, по горам. Вы знаете, вот этот спецназ с этим снаряжением, знаете, вот эти палатки, еще что-то, вообще, бойцы, знаете, там какие нужны, и винтовки, бойцы. Они еще на себе 20-30 килограмм несут. Они должны еще идти, и далеко идти, и еще снаряжение нести. Вот у меня было такое чувство, что я иду и несу еще снаряжение. Килограмм 30. Так что злить не надо. А я еще как-то положить, но еще, знаете, с позитивчиком я там шла. Как я там? Однажды доходила в магазин, как они там называются? Забыла, это слово. Забыла, у меня вылетело от головы. Не к везде будет сказано, вспомнила. Такое плохое слово. Я даже зазлилась, что денег нет. Думала, вот так столько работы, посиделом мышлением занимаюсь. Денег нет. С 2002 года. Понимаете, а у меня планка такая. Вы же читали мои книжки, автор книжки. Быть процветающим. Быть процветающим. Не просто гулять, ходить гулять, а наслаждаться собой, жизнью. Наполняться энергией земли. Целовать ножкой землю. Вы понимаете, да? Наполняться энергией земли. А не тащить снаряжение. 30 килограмм. Ну да. Потому что, честно говоря, я в таком вот этом режиме. Знаете, вот это там, или четыре этажа, вообще ремонтно-железнодорожный 20. В таком режиме, знаете, как вот это вот. Участвуем в боевых действиях. Это непонятно в чем. То есть, как-то вот так вот. Ну, просто энергетика такая. А мне это, что бы легко. Я какой-то, знаете, генералиссимус, знаете, как Пелис Хилтон с этой собачкой. Я с кошкой, понимаете, с кошкой. Еще у меня такая брендирую себя в разного цвета сапогах, обуви, в разного цвета перчатках. Эти чакры-чакры. Так что вот. Так что не надо меня загружать вот этими какими-то, как-то называется-то. Ну, так, играешь так, да легко, играешь так. Решить, решить, решить эти вопросы, как играешь, расслабляться собой и жизнью. Украшать собой мир, короче. Украшать собой мир. И, в общем, так, этим лекциям. О любви и благодарности. Что еще было интересного? Ну, конечно. И, конечно, это хорошо. Все-таки, знаете, характер, добрый характер, доброта. Она и есть доброта. Когда я выходила на улицу, ну, здесь я закрыла дверь моим ключом, выключила электричество, спустилась на первый этаж на лифте. Там я открыла парадную. И смотрю, поднимается женщина, которая пенсионерка, которая работала у нас консьержкой. Так что вот, ну, когда была консьержная служба, такая, знаете, печальненькая женщина-пенсионерка. Так что вот, Марина поднимается с сумками с какими-то. А я засняла однажды вот это вот видео, такое видео, я с ней тоже говорила. Так, иногда, в общем, я с ней как-то. Она с мамой моей общалась, с Тамарой Петровной Александровной. Ну, и смотрю, она с сумками поднимается. Я открыла эту дверь, попридержала эту дверь. Говорю, здравствуйте, проходите, пожалуйста, я подержу вам дверь, думаю. С сумками, знаете, пока идет ключ, это дергаю, ну, понимаете, да? Ну, все, иногда, говорит, здравствуй. Вошла в дверь, ну, а я пошла, пошла, в общем, это. Ну, в общем, с долгозерной вот сюда прошлась. Хотела пойти в магазин, я, в принципе, вышла в магазин. Помню, даже я ей уже не сказала, а, ну, даже не помню, я ей сказала, что, ой, вот когда я ее увидела в этой маске-то белой, я, ой, я ж, мысла, вышла в магазин, опять мою эту эротическую маску-то забыла. Думаю, как теперь в магазин-то пойду? В прошлый раз они мне с натяжкой их пустили. Ну, в смысле, оплата, они говорили, что, типа, в общем, как-то вот это, где ваша маска? Думаю, возвращаться, как-то, думаю, ладно, пойду так. Ну, в этом офисе МТС я так в двух метрах от него постояла, думала, маски нет, но в двух метрах я от него постою, с ним так поговорю. Ну, и здесь потом, побежала здесь, потом думаю, а, зайду-ка я к этому мужчине, в общем, к мужчине, по поводу котенка. В общем, зашла по поводу котенка, говорю, знаете, что вот по поводу котят, у кошки вот здесь бегают, так что вот по поводу котенка. И он говорит, так, говорит, у нас, говорит, да есть, говорит, два котенка, было пять, трех разобрали. Я говорю, да, говорю. Он говорит, да. Я говорю, а где можно посмотреть? Он говорит, вот, пожалуйста. Они говорят, двое. Я говорю, а почему здесь один? И он говорит, а второй с кошкой бегает. Он говорит, котенок хороший. Я говорю, это чей-то? Он говорит, и нет, говорит. Тут было пять, а трех разобрали. Так что вот. А котенок приучен, вот, говорит, в песок, там, приучен к лотку, в песок, в туалет ходит. А так вот корм кушает. Так что вот. А я ему говорю, ну, я как бы подводила, взяла на руки. Думаю, малый, ему что-то такое, как-то, может, какую-то коробочку, или как-то, вдруг он как-то ворваться начал, это же не знаю. Ну, котенок маленький. Так что вот. Он говорит, ну, сейчас я посмотрю коробочку, а потом думаю, ну, так спокойно, кошечка, котеночек. Думаю, ладно. А вот, подожди, сейчас я позвоню, там уже позвонил мужчине. На иностранном, на каком-то нерусском языке с ним поговорил. Я говорю, а вы, вы говорите, звоните, я вам в коробочку прошу, а вы говорите, вы звоните, по какому вопросу? Ну, я вам звоню сказать, что вы берете котенка. А, хорошо. Очень симпатичный мужчина, охранник здесь. Что тот симпатичный, что этот очень симпатичный, восточный такой мужчина. Ну, все. Я, в принципе, он там куда-то там, ее потом куда-то там, ее я уже пошла. А так, конечно, бы из двух пришлось бы как-то выбирать. И так она вот, вот там вот. Потом я видела, котенок там, второй бегал, второй бегал там, котенок. Они, кстати, очень похожи, в принципе. Ну, мужчина, ну вы же понимаете, да? Я же, вот что спросила, да, но вы же, вот это, нет, я в том смысле, что у меня вообще, знаете, вот это Матильда, Афеликса, Дабасиса, Ильфудина и, в общем, Проспера, Триточки Ру, Просветания по-арабски. У меня кошки такие, в общем, это, с оригинальными, с оригинальными именами. Вот, ну и, в общем, как-то я тут, конечно, еще так немножко в раздумии, когда, конечно, написала, написала. Да, потому что дома волшебные кошки-говорящие. Дома волшебные кошки-говорящие. Правильно, она тоже, она просто любит вот молока, да, для молока, ну, корм есть, конечно, вот это, там, для молока, даже баджет. Но я подумала, что она, наверное, как Матильда, очень устали, глонасс присоединиться, в общем, как-то вот это вот. А так вот, наверное, слышали, я по-другому уже разговариваю, как-то вот это, ну, мне нужна. Им-то, в принципе, вообще все равно. Ну, а мне, я пишу мой life journal, мне нужно, в общем, вот как там, моей кошке, Матильечке, как-то, жених. А жених этот. Кот Фрося, ну, как бы, PSB-шник. Ну, вы там читали, да, когда-то я это встала? Который я назвала Ричи. Кот Фрося, ну, как бы, PSB-шник. А я уже там обратила внимание, знаете, где-то полчаса назад там были, стояла черная машина, там три тоже мужчины восточных, там, с какими-то бумажками, документами. Да, я уже там. Продолжение следует... 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 на публикуем понравился наверно аналог и решила тюнинг навести чтобы красиво и чтобы в общем понравится соседу антона из девушки первой квартиры а это ворона она возражает это сегодня на асфальте нарисовано там или сюда мы этим к этим окном туда движется моим окном как будет делать ну-ка это нарисовано можно там решили в нлп поиграть как знаете я проходила этого бонда или нлп знаете это вот временная временной отрезок будущее прошлое настоящее путешествовать по этим отрезкам вы там нет нет нарисовали то что исправить что-то в прошлом чтобы заглянуть в будущее чтобы она была хорошим но я своими словами уже основывая позитивного мышления там немножко другого там точно я узнаю так давно было я же вам говорила поменяла эти окна все думала квартира вообще на уран зайдется фсбшники ставили мне окна представляете а вы не хотите у меня за 5 миллионов 800 тысяч рублей продаю поэтому я и в курсе когда я вам не поменяли рожье я 30 лет не знала 28 не знала я уже потом поняла догадалась когда стекло у меня одно очень немножко треснула потом асипа такая трещина пошла я догадалась по окнам на моей половине дома на железнодорожный двадцать я когда подошла красиво делать окраску этих окон а мы там были с Димой Егоровым и Денисом Костиным вы посмотрите мои фото посмотрите мои фото как я там выгляжу просто как там это помыла андерсон отдыхает я там выгляжу как помыла андерсон и анна семенович они просто отдыхают когда я начала убить окна вы понимаете какие вам дни окна наставили а вы не хотите приобрести я вообще не понимаю совершенно уж продают два года я когда подошла я когда подошла говорит а там вот этот дом то у меня в этом году будет 48 лет к этим стеклам понимаете к этим стеклам я подошла вот так красный а потом я там это Денис сделал мои фотографии я потом когда посмотрела я думаю елки-балки так что вот вот в чем вопрос то вот в чем вопрос ключик там оставьте вот это для Павла специально который там сделал красивый дизайн внутри ярко вот в чем вопрос оставьте ключик там вот это вот и будут там можно там зайти лазейку там еще сделать я уже сказал вообще прекратите там вообще как-то вот это вот на мою вот эту половину не надо вообще так что я уже уговорила я уже говорила как там пара этих ящичков от янтарной комнаты окажется вы можете оказаться крайне я сама не знала вот эти фотографии я там буду выложу я вы просто будете просто супер удивлены как я там выложу когда youtube не понравилось мое трехчасовое видео я там там мусор выносила такая на кого-то какая-то в общем такая лицо такая какая-то очень непонятная youtube вообще не понял что это было я такие там видео загружала загружала я такая там мою мейлинги на этом троне такая красота и тут я загрузила трехчасовое видела так что вот я не думала они решили слить мое вот это видео так что если вы посмотрите меня в этом трехчасовом видео и вот там вот когда вот это это вообще винил очень вообще не сказать вообще не понимаете да вообще то есть просто вот так я уже объяснял конечно нужно смывать конечно надо было уже помыться но снимаю но снимаю понимаете с вами как вот это вот так это мобилизует только и заснимает ой кошки 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 там играются наверно я не поняла ой смотрите котик котик там сейчас я вам покажу эти кошки так что вот эти развязывайте качели будут качаться потому что там где качаются и в велосипедах ездят что тут привязали эти качели давайте развязывайте кошки уже нервничают кошки уже нервничают вон женщина идет повязана этим шарфиком видите кошки нервничают уже коты нервничают так что давайте развязывайте уже эти качели не знаю у этих котов эти брачные игры за кошек кошки куда-то уже покушали пошли в общем котики ну не надо драться короче котики кисы хорошие вот смотрите там машины едут а красная какая симпатичная машина в общем расходимся кошки расходимся кошки эта кошка решила в туалет сходить черный котик в общем кошки расходимся здесь у меня выключено а здесь нужно загрузить поставлю загружать одно из видео из видео из видео но нет я что это было так . . когда найти вот как-то вот сказать-то а знаете несмотря на это уже эти как-то добром любой ящик как-то привыкла есть как вот начала позитивное мышление заниматься через приоткрою сама даже не знаю что с ним делать смысле смысле в такой ситуации связи знаете вот это вот ну я уже рассказывал 9 одни и как говорится в холодном и линге два места психушки так что вот все это такое вот а вообще когда я начала позитивным мышлением заниматься там в 2003 года вообще так как все на позитиве там 3 4 ну и вообще там 5 6 7 здесь такая вся такая радужная позитив с добром понимаете как-то вот на такого привыкла я так вот видишь что такое хочется кому-то помочь не то что давно помочь я не знаю там вот как-то вот что-то хорошее сказать если кто-то что-то спрашивает ответить нормально в общем помочь что спрашивает какой-то такой вот выходишь из добром приходит банки в какие-то такие руки по каким-то делам и тоже таком позитиве как я говорила по книжкам джона кеха впитывала приходила банк и впитываю энергию денег ведь вот занималась не думала там артисты там что-то куда бандитки петербург еще что-то автостопом ловила машину но не автостопом за деньги я уже ловила меня в общем автостопом давно было бесплатно а как за деньги ты что-то останавливаешь машину там куда доехать только стоит еду я ни разу не садилась машину думая что может что-то случится не разу у меня крючка такая при деньгах на комендантском очень часто машину говорю в центр столько-то столько-то будет стоить когда-то садитесь все и все это все я договорилась я уже еду наслаждаюсь городом природой погода из-за этого но из индивиду там то выворачивают в общем вы поняли да едешь по странам смотришь наслаждаясь за жизнь не дамы когда-то позитиве там книжечки читаешь потом вышла в этот банк приехала эти металлы в банке были вклады там надо было как-то перед этим заказано передавали депозит так что все на позитиве какие спуски позитивные мысли задавали депозит все они так чтобы заниматься все время исправили задавали депозит Сама с дивана, сама с кроватки спрыгнула, хорошо, что она на балкон не пошла, хорошо, что она на балкончик не пошла. Такая говорящая, нам надо помыть с тобой, да, мяуще, в кровать будем переставлять, ну давай, покажи мне, кушать положено, давай покажи, по поводу покушать, водички попить в туалетик, я должна знать, что знаешь, как в туалетик ходить, где туалетик у нас. Ой, какая красотка, а может быть ты девочка? Там я закрою, ты видела, что я тут прикрыла балкончик, туда ходить не надо, такая чистенькая. Ну давай еще посмотрим, ты мальчик или девочка? Наверное, все-таки мальчик, да? А может быть девочка? Василий Варьянович, наверное, знает, он разбирается в котах. Ну все, покажи, смотри, смотри, здесь покушит. Ну давай, чтобы это, ну давай, ну ладно, смотри, ты же сама спрыгнула, сама спрыгнула. Хорошая, ну да, ты такой не хочешь, ну пожалуйста. Хорошая. Ну хорошо, водичку тогда попри. Тебе что-то не нравится? Ну ты не хочешь кушать? Ну а ты такая моя говорящая, такая говорящая девочка. В общем, положила здесь еда, еда, вода. На окно прыгать не надо. Ты куда-нибудь под буфетик пошла? Вот ты вот так кричишь, а там, наверное, коты волнуются. Тут, наверное, коты волнуются. Они, наверное, слышат, что она кричит. Туалетик, туалетик у нас там. «Наекторко� psärинскаяZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZetta Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...